всем привет из солнечной греции с вами юля вы находитесь на канале вышивки крестом сегодня суббота 16 января и я начинаю снимать видео моей новой рукодельной недели и в первую очередь и я хочу сменить и мой основной процесс на станке у меня были зимние радости у dimensions вот сейчас сняла со станка и готовлю убрать мою коробку мне если такая коробка где меня вышиваются мои дизайны от по сборке клубов желаний почему потому что коробки были когда-то конфеты она очень плотная очень удобно и сюда классно заходят вот эти планшетки они как раз по размеру и так повелось что эти дизайны я организовываю в эту коробку кстати здесь есть несколько картиночек не все но то что вот у меня осталось я вышивала также вот такой домик очень красивый и моего ангела это тоже была сборка от магазина кубок желаний вот и вот здесь у меня ниточки ниточек еще здесь у меня 4 планшетки 1 2 3 4 ниточек еще много было их конечно больше уже очень много у меня израсходовалась вышилась ну вот еще не очень много не так конечно работа такая знаете объемная затратная здесь много полукреста в пять шесть четыре в три сложения поэтому не так уходит много ну кому интересно сколько было ниток на начало можете посмотреть обзор все посмотрели полюбовались я еще его немножечко вот так поглажу и отложу этот процесс потому что ждут другие работы поэтому мои радости зимние простите но вам придется полежать их мои уточки такие красивые она такая объемная просто не на любуюсь красота красота и так ли вы возвращаются полностью мой снова в кадр сейчас не помещается но основная картинка вам видна и так я разместила основу уже на станок поставила боковую натяжку уже здесь все плотненько все хорошо мой мой процесс готов к работе ну я конечно думаю откуда мне начать сверху снизу у меня работа вышивалась тут всеми возможными способами и на пальцах и на станке и в дороге вообще процесс конечно давно со мной путешествует по моему 18 году его начала и все вот как-то знаете по чуть-чуть по чуть-чуть но вот по чуть-чуть по чуть-чуть и он уже хорошо подрос нужно просто взять себя в руки и по марафоне эти две недели постараться вышить максимум я уж не говорю полностью завершить не знаю что у меня тут получится для меня конечно большой объем но по максимуму и я буду вышивать снизу да я решила вышивать снизу начну с левого нижнего угла чтобы уже точно все сошлось вы сделал разметочку себе здесь такую легкую просто уголочек и начну потихонечку закрывать этот угол и вверх по вышиваю и вправо по вышиваю нужно наверно в самом конце мне останется здесь место для льва и буду уже вышивать и в самом конце эту парочку львица готова лев и бэкстич может быть вышить сразу бэкстич хотя я уже так хорошо натянула мне туда не подобраться но это не важно бэкстич мы вышлем потом главное вышить все здесь стежочки много полукреста работа вышивается легко но как бы легко она не вышивалась часы необходимые для этой работы нужно выделять сама она не вышлится все я настроилась это у меня основной мой процесс на неделю что получится вы увидите в следующую субботу или воскресенье наверное мне не получится делать какие-то включения уже в конце недели я уже сразу отчитаюсь по всем моим процессам вот это процесс у меня номер один дальше покажу вам что еще у меня будет вышиваться весь сегодняшний день я хочу посвятить моему джанли ну хотя бы один денечек нужно уделить этому процессу что буду вышивать возможно повышеваю еще немножко полукреста вот здесь в центре я вам показывала и хочу вышить рамку я сейчас сделала начало из центра центр приходится на этот участок немножко повторяюсь но уже ладно и буду спускаться вниз 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 вышивать эту рамку в полностью по низу чтобы для себя уже очертить вот эти блоки и потихоньку буду вышивать нужно добраться вот к этой зимней птички нужно уходить в правый правый угол вот ну что я сегодня успею вышить я не думаю что успею вышить всю рамку а что успею вышить я вам покажу либо сделаю включение либо уже в субботу я читаюсь по всем процессам ну и еще один процесс который я не знаю начну не начну но хотя бы организовать мне его нужно дело в том что мне нужно подготовить здесь основу напомню что это у нас риолис без корня рассвет здесь у нас вышивка крестом через одну нить переплетения на на лугане правильно говорю на лугане 25 каунта вот мне нужно будет подготовить основу все мои материалы я предложила вот в такой конвертик и этот конвертик будет храниться конечно же под моим рукодельным столом чтобы я могла в любое время добраться и приступить к вышивке процесс для меня очень интересный необычный я еще не вышивала через одну нить переплетения поэтому мне очень интересно немножко страшновато потому что не все это выдерживают но я хочу себя попробовать а что если не попробуешь не узнаешь вот такой у меня план эту неделю пожелайте мне удачи и мы с вами увидимся ровно через неделю вот только села вышивать мой джанлин думаю ну начну хотя бы немножко вышью хоть крестиков 200 сделаю себе такой перерыв и решила начать вышивать вот именно из центра и вышить рамочку как я вам показывала хотела спуститься вниз и повышевать эту рамку включила себе сагу настроилась выбрала нитку и ниточка у меня на пока сейчас покажу вот такого цвета этот цвет написано по ключу вот он у нас здесь 451 451 цвет серый ну вроде бы серый смотрю на картинку здесь коричневая рамка никак не серая если вышивать такой серой ниткой рамку будет практически не видно посмотрела близ стоящие цвета взяла сбегала за карта цветов у меня есть карта цветов она у меня часто выручает может я неправильно что-то навешала давай смотреть где здесь коричневый где здесь тот цвет не вижу нет такого цвета 451 все цвета перепроверила нет такого цвета и нашла его в своих запасах бобиночку 451 вот его здесь этого цвета нигде нет как так понимать что набор у меня оригинальный это что укомплектовали тем чем было посмотрите какая разница просто вообще небо и земля как так как так они укомплектовали там написано что включая данные нитки дмс но могут комплектоваться наборы и другими нитками из других производителей ну вот и как это должно должно было быть у меня как должно было получиться я конечно в шоке хорошо что я для вышивая посадки я проверяю потому что я боюсь что я что-то неправильно включу выключу иначе я бы доверилась набору и сделала бы вышивала вот видите как получается нехорошо получается я вроде бы нашла себе немножко время повышевать так расслабилась такая сейчас повышеваю вышивать на руках не очень люблю так как у меня сеть смарт еще не отремонтировался у меня только один станок и вот киснапы у меня на руках вроде бы так настроилась повышеваю сейчас а тут тебе на проблема с ниткой так не люблю вот эти все поиски проверки сверки это мне теперь что получается каждый цвет нужно сверять как как быть не могу я теперь довериться нужно каждый цвет проверять чем они укомплектовали этот набор ну хотя может быть попалась только одна такая нитка нужно теперь нарезать еще правильно чтобы они все были одной длины чтобы было все хорошо вот нашла себе занятие буду сейчас разбираться с нитками ну ладно разберемся что делать всякое бывает немножко нарежу там написано их 6 паз нужно но я не сделаю две потому что очень хочу сделать первые крестики так не честно я хочу вышивать я сейчас хочу вышивать так ну это ниточку я потом с ней определюсь а давайте посмотрим это вообще нитка дмс я ее найду в цветах в карте цветов либо не найдем ее что это за нитка так будет ли вам видно или не будет вам видно ну попробуем нет 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 что там здесь серенькое нет нет это не дмс нет надо будет посмотреть все нитки dimensions может быть это dimensions 415 400 нет даже сюда ну как 318 как-то близко ну конечно большое отличие даже 318 но это серый явно серый но на картинке и по дмс это 451 это коричневый очень странно и отшив там коричневая рамка да надо будет проверить может быть это нитки депи колос если это депи колос спасибо вам ребят они мне тоже пригодятся для дименшинс эти серые цвета не редкие сложные а сюда я запросто нарежу дмс ну что я смотрю по этому серому цвету он мне напоминает 18500 давайте посмотрим на доли я его в карте цветов потому что если не найду скорее всего даже пикал потому что джинлин я думаю что они как-то где-то должны были комплектовать свои нитки тоже этими нет это не дмс это не дмс это сто процентов они совсем никуда отсюда не бьют нигде ничего нет это не дмс так сюрприз ну что разберемся ничего ближе к 414 потом но видно что не дмс конечно цвета сильно отличаются сюрприз вот у меня не было проблем я уже думала что я себе так организовала этот процесс хорошо и сагу нашла и пока сделала и все и ниточки тут у меня на пока буду вышивать ну вот почему так случается когда очень сильно хочешь вышивать какой-то процесс какие-то постоянно сложности одно расстройство ну ладно вышлю я эту ранку и какой-то свободный день когда я на вышиваю все захочу просто быть рядом с вышивкой но не вышивать я буду сидеть и проверять нитки с наборами дименшинс возможно это найти заберу ну вот все хотя бы нитку на рамочку нашла начинаю вышивать и покажу что у меня получится всем привет из солнечной греции с вами июля и вы находитесь на канале вышивки крестом сегодня 16 января все также суббота я только закончила снимать видео о моей рукодельной неделе настроилась на вышивку сижу себе вышиваю такая довольно и счастлива и тут тук-тук ко мне в дверь и ко мне пришла посылка представляете скорее всего это один из заказов которые я сделала в интернет-магазинах в америке я жду несколько заказов и вот я думаю что один ко мне добрался не буду я их собирать все вместе мне очень очень интересно открыть и посмотреть все вещи которые я заказала здесь для меня новые схемки я приглашаю вас к просмотру сейчас я открою ну и потом покажу все содержимое ой вот она моя посылка как как здесь все красиво все так красивенько упаковано вкусненько да 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 вот здесь такая конфетка эта покупка совершена на сайте мадам не делу ксении первый раз я там делала покупку ну давайте посмотрим что же я приобрела так 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 как же мне подобраться к этому пакетику хорошо упаковано красивенько как приятно когда девочки из магазина стараются настроение даже просто упаковка конфетка спасибо так что же у меня здесь это я так понимаю подарок потому что я это не заказывала и это совсем не мой стиль friendship semplers так 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 а здесь уже интересно получается можно оформить вот в такую губницу мне уже нравится уже мой стиль спасибо я сейчас открою все конечно будем рассматривать хотя бы просто так окинем взглядом придется выключить какое-то освещение возвращаясь к вам выключила верхнее освещение так как здесь обложки очень сильно бликуют надеюсь одной лампы нам будет достаточно я сейчас на эмоциях и не очень обращаю внимание то что попадает в кадр как идет съемка поэтому решила избавиться от верхнего освещения меньше будет бликов но и в то же время хочу вместе с вами смотреть все эти схемки чтобы вы тоже чувствовали мои эмоции я думаю вам знакомые эмоции когда ждешь два месяца посылку когда вот она такая долгожданная хочется уже что-то начать что-то скомплектовать но это наши наши любимые конфетки вкусняшки поэтому давайте рассматривать что же здесь я приобрела во первых я приобрела несколько схем от lavender and lace мне понравились эти дизайны и я решила включить некоторые в этом году в отшивку может быть начну может просто скомплектую главное чтобы они у меня были мне захотелось их приобрести но о дальнейшей судьбе уже решать будем конечно же попозже вот во первых это у нас вот такая прекрасная девушка которая вышивает вокруг нее прекрасный букет из фруктов цветов и бабочек полное изобилие умиротворение она сосредоточена на своей вышивке такая красавица вышивка здесь на темной основе я хочу посмотреть какую основу нам здесь предлагают 18 каунт аида черного цвета либо 14 каунт аиды черного цвета прекрасно огромное спасибо знаете я когда покупал этот дизайн думала если здесь будет черная равномерка я заменю на черную аиду потому что темные цвета тканей вот эти дырочки не видны а при вышивке для глаз конечно играет большую роль так размер работы ну здесь в инчах в крестиках 141 на 221 но не маленькая тоже работа будет если на 14 каунте она должна быть большая на 18 чуть поменьше 141 на 221 сколько это должно быть примерно ну примерно 30 на 40 так я навскидку навскидку красивый дизайн класс вот он вот он это дизайн который поразил мое сердце я ради него совершила все все эти покупки вот эта прекрасная девушка увидела instagram пост и все и сразу потеряла покой где где она сразу захотелось мне приобрести очень красиво у нее лицо постараюсь вот так показать вам посмотрите какое красивое лицо хорошая проработка спокойные черты лица такой сосредоточенный взгляд у нас такой ангел не знаю чего ангел мира и любви наверное потому что сзади находится наша планета красиво в нее платье вот кстати вот на эту красавицу я дополнительный материал уже заказала тут бисер что еще было бисер милл хилл трежерсы ну в общем все что было я по-моему заказала так какая здесь основа а вот основу я не нашла на 123 стич а там заказывал не нашла основу вот основа нужно быть докупать но я буду смотреть что за основа подберу ниточки разложу может быть что-то у меня найдется из моих запасов шикарный шикарный дизайн так давайте же посмотрим размер на 16 каунте должен вышиваться ли он 16 каунт размер размер 249 на 270 крестиков ого большая работа большая большая очень интересная работа нужно будет свои изучать этот дизайн я почитаю спокойно открою почитаю и уже вам все расскажу но я бы сейчас открыла почитал я английский плохо знание нужно может дождаться в общем проблема вот еще один дизайн лавандер нес это старенький дизайн тут я никого не удивлю но я давно смотрела на эту девушку схема есть в интернете запасно можно скачать но я решила уже купить раз я уж соблазнилась дело покупки именно схем мне здесь нравится у девушки юбка такой цветочек да и вы как она хорошо проработана но детки понятно сад все очень такой милая милая уютная ноюбка конечно очень прикольная но да 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 так что у нас здесь 32 каунт и размер работы 140 на 177 крестиков не такая уж и она большая дополнительных материалов смотрю нет вот это может быть нужно будет посмотреть что это ну только ниточки дмс но это не правда вот такая тоже схемка тоже лавандер эндайс мне очень нравится ее разработки они реалистичные здесь девушки вот они девушки у них лица красивые руки все и это красавица мне нравится тем что она сама по себе красивая одеяние красиво ну и также красивый пейзаж открывается красивый пейзаж руках по моему она держит розы на собрала корзинку роз держит розы и у нее будет это ажурная здесь шар скорее всего очень красиво так здесь у нас 32 каунт dark grey 167 на 228 размер тоже только ниточки бэкстич может там что-то еще есть но не видно стенки кстати неплохого качества чудесненько знаете я их поизучаю и наверное займусь комплектация закажу основу вы может быть какие-то материалы необходимые вот но и не удержалась я купила немножко еще схем от миробили до 7 от миробили захотелось мне купить вот такую панельку это у нас ангелы сада вот музы как они здесь называются вот такие две красавицы очень интересная панелька такая стильная в общем мне понравилось мне здесь нравится основа я буду вышивать на оригинальной основе ту которую нам здесь предлагает автор не буду делать никаких замен она мне кажется здесь очень выгодно подчеркивает сеть цвета и оттенки дмс мне такой зеленый цвет очень такой он он очень насыщенный насыщенный такой однородный мне нравится вот так камера били вот такая девушка купила и потому что она была по скидка симпатичная красавица решила что я ее с удовольствием пусть будет вот ну и вот эта красавица у меня к данной феечке уже есть основа я искала схему нашла схему но она в плохом качестве когда увидела эту схемочку еще по скидке ну конечно же я ее взяла буду вышивать в оригинале у меня бисер есть вот нужно будет проверить потому что у меня бисера всего два пакетика я посмотрю тут много бисера что-то какой-то недокомплект у меня вот как хорошо что я купила эту схемку я все проверю размере липом небольшой так давайте посмотрим размер 126 на 320 она длинненькая все-таки немаленькая феечка на 320 она должна быть сантиметров 50 наверное очень красивый дизайн ой такая счастливая девочки ну и купила я себе сэмплер все вышивают и мне надо надо попробовать это на сэмплер ков сиамский фашин стиль сиамский стиль и так понимаю здесь вот такие у нас представлены две панельки так как на сайте не было никакой инструкции информации больше по данному дизайну я вот просто на картинку соблазнилась но ткань я заказать не смогла лен лен темный белфаст черный белфаст на черное снова вышивается серьезно так нитки у нас здесь вот каран черный белфаст не может быть ну мы поизучаем это дело нитки от караны закажем что вы тут хотите надо будет поизучать и распечатанная просто из пм схема не буду вам показывать я просто хочу так пролеснуть заглянуть что там так мы схема стоим четко и понятно ладно самое интересное так это приклеено понятно все все понятно первый раз держу своих руках не знала как комплектуются эти схемы так черный 32 каунт но можно взять не белфаст может быть что-то другое я могу взять черное а нитки кэрон нужно будет найти эти нитки вот только в чем проблема нужно посмотреть что это за нитки шелк у нас есть шелк а дмэч я могу купить в наших магазинах так и еще одна схемочка мне очень-очень понравилась эта схемка это у нас сэмплерс компани дизайн бренда кейс если неправильно что вы меня простите я английский на очень плохо я раньше так более-менее знала но знаете за 10 лет стремление выучить греческий забыли забылись все языки английский украинский поэтому поэтому простите очень интересный сэмплер мне нравятся вообще зеленые цвета любые цветочки всякие такие вазочки мне захотелось попробовать очень симпатичный я сама смотрю и тут отсвечивает вот очень симпатичный такой сэмплер ниточки здесь дмс не очень много размер 34 на 32 сантиметра молодцы сантиметров написали не только венчат так сечка он фабрик 25 лугана кремового цвета а нет у нас луганы 25 кота может быть и найду на 34 на 32 нужно будет поискать нужно будет поискать с обратной стороны очень так сильно все упаковано такая карточка таком стиле эти схема очень четко очень-очень приятные схемочки приятные покупочки я сейчас поизучаю посмотрю что я могу скомплектовать что я могу начать потому что конечно у меня не на все есть материалы первоочередная задача у меня скомплектовать вот эту красавицу буду искать основу может быть что-то подойдет у меня есть какие-то ткани вот такой цвет очень деликатный серый очень сложно и давайте же откроем подарок пожалуйста вот вам friendship semplers тут у нас вот такая история невероятная схемочка простая распечатана а что у нас здесь цвета дмс прекрасно а еще можно шелком вышивать но уж нет шелком вышивать мы то не будем дмс так и я так понимаю что эти две части можно оформить вот такие вот игольницы но так понимают игольницы так не нужно будет дождаться мужа чтобы мне все прочитал и и рассказал простите сама смотрю вот всего показываю подробно интересные такие штучки очень интересно так это мы наверное возьмем работу то прямо сейчас возьмем работу начнет уже смотреть материалы тоже нужно какая-то ткань ну я думаю не обязательно по ключу можно найти кусочек льна какого-нибудь красивенького тоже что-то скомплектовать вот в общем у меня здесь такие классные покупки подарки работы предстоит у меня много во первых буду разбираться вот с этой красавицы буду делать до заказ материалов ну и вот это тоже у меня скоро будет начинаться скоро обманываю не скоро скорее всего феврале потому что на январь я же запланировала у меня идут марафон с мими львами мне нужно завершить совместные проекты поэтому конечно нет не будет у меня столько начатышей но феврале как только я подведу итоги я тогда думаю что смогу начать что-то что-то смогу начать в зависимости от того что я смогу скомплектовать очень интересно попробовать все вышивать цемплер гоф но нужно искать материалы но здесь у нас все просто дмс так вот такие у меня здесь покупки такие вкусняшки я надеюсь вам было интересно на этом у меня все до новых встреч всем пока пока итак сегодня 7 февраля и сегодня я хочу подвести итоги и рукодельных моих будних также подвести итоги января половина января у меня первая половина января была в принципе успешные были хорошие продвижения я вышивала а вторая половина января у меня оказалась загружена работой но это логично что вначале еще были праздники не так много было работая сейчас времени у меня стало очень очень мало свободного времени и соответственно вышивка тоже продвигалась очень очень медленно такими маленькими шишками показывать особо было нечего но вот сейчас я решила все-таки собрать то что есть тип показать вообще что у меня есть на сегодня хоть какие-то итоги за январь подвести и хочу в первую очередь начать с вышивки это набор dimension с африканские львы с данным набором я участвую в нашем совместном проекте мои любимые коты 3 который уже успешно завершился и видео отчет я готовлю я не знаю что первое выйдет быстрее что быстрее смонтируется то я конечно и выложу но наш сп завершён к сожалению финиша у меня нет в этом сп сп пришелся на время карантина у нас в ноябре 6 нас перевели на карантин и работа в общем то стала такая идти не в привычном графике в стихийном графике есть работа сидим допоздна ну в общем жизни жизни перестроилась и соответственно конечно вышивку откладывать уже на второй план поэтому не получалось у меня вышивать много как я раньше вышивала в любом случае что-то как-то я продвигала свои процессы в общем перед вами львы которые я вышивала в этом проекте финиша не получилось но тем не менее есть какие-то продвижения что я вышла за январь и часть февраля я вышла вот в принципе льва наконец-то я могу вам его показать но еще нет бэкстича ну и вот всю траву видите немного вышелось на самом деле могла бы я завершить работу процесс легкий и все могу бы получиться ну вот в жизни случаются такие моменты мы не можем всего предвидеть жак конечно я и организатора совместного проекта поэтому хотелось бы конечно все таки показать уже финиш ну вот то что есть ничего будем дальше продвигать и я думаю что я надеюсь что все таки феврале мне удастся завершить эту работу на самом деле здесь то немного осталось но планировать уже что-то как-то сложно но в любом случае вектор нужно задать и стремиться к выполнению этой задачи а что получится то и получится вот работа конечно же красивая замечательная дименшинс есть дименшинс это уже такая фраза которую многие используют потому что действительно этот производитель он нам дает уже такой результат ожидаемый что все будет хорошо и красиво вот что мне нужно до вышивать ну так покажу вам на схеме вот у меня остался вот этот участок ну и это участок вот по эту линию дальше еще небо в основном здесь все полукрест креста здесь очень мало все работы крестом я практически выполнила но чуть-чуть будет здесь вкрапление крестика в основном полукрест только на этом листе около пяти тысяч полукрестиков ну и верху около двух наверное на вскидку около двух тысяч полукрестиков вот то что у меня осталось выполнить в этой работе не буду снимать со станка буду продолжать вышивать эту этот дизайн и вести к завершению так как у меня здесь такая уже хорошая натяжка я уже привыкла к этой работе и думаю что буду продолжать вышивать ее и ввести к завершению чтобы уже к концу месяца февраля но уже нужно сделать финиш уже просто просто дальше нельзя вот что по ниткам нитки это добавочный в принципе все есть но конечно не уже начинают заканчиваться это понятно финиш работы и конечно же ниточек остается немного вот видите на этой планшетке показать вот так и на есть видно день получаются вот тоже немножечко осталось и старая планшетка тоже вот вот так сегодня такое какое-то освещение странное вот то что касается по моим львам не хочется с ними расставаться но перейдем к следующему процессу следующий процесс который участвовал меня в январе месяце феврале я его ни разу не вышивала это наборчик фирмы джанлин 4 сезона птиц очень милый такой интересный дизайн я люблю птичек а здесь 4 сезона мне очень нравятся такие разработки такие дизайны и что у меня с этим процессом в принципе как я вам показывала в начале месяца где я вышивала один день этот дизайн вот на этом в принципе все и завершилось один день я его всего лишь вышивала здесь у меня были какие-то моменты с нитками что-то приходилось мне добавлять из своих запасов так как цвета не соответствовали так давайте достану ниточки у меня здесь рядышком вот ниточки у меня на пока очень хорошо организованы данный дизайн я вышиваю по саге но какие-то идут нестыковки и в саге и по самому набору с цветами мне приходилось делать добавлять один цвет то ли цвет пропущенный то ли произошла какая-то здесь что-то перепутано потому что один цвет у меня остался вот так вот с краю я его не определила что-то за значок и поэтому перед тем как приступить вышивать мне приходится проверять каждый каждый значок и вот саги в частности тоже там не все правильно добавлены некоторые цвета вот в частности вот этот листочек он вышивается здесь добавлен еще один цвет то есть он вышивается двумя разными цветами ниточек дмс и где-то еще вот здесь где оранжевый тоже была замена и предложен был другой цвет ну возможно даже и лучше этот цвет смотрелся бы вот не то как по ключу но я решила оставить все как по ключу чтобы уже не рисковать мне кажется что человек который делал эту схему саги он немножко ее доработал под себя может быть даже лучше но не знаю вот я сейчас нахожусь в этом месте вот этот оранжевый цвет на стойке у скворечника изменил и вот здесь в листочках добавлен еще зеленый цвет зеленый оттенок но не знаю зачем это сделано для меня самое главное что схема там покрупнее потому что моя наборе очень очень мелкая покажу краешек вам напомню вот она вот такая очень мелкая здесь много три четвертых креста и конечно это усложняет работу нужно присматриваться и обязательно их вышивать ну может не обязательно но я вышиваю эти три четвертые креста они в основном используются в центре листочка чтобы показать вот эту границу листа где у листочка идут жилки поэтому а сверху будет вышиваться бэкстич поэтому я вышиваю три четвертых креста потом будет закрываться все тем бэкстича ну должно быть более реалистично более аккуратно в принципе процесс интересный легкий я как и хотела сделала все-таки небольшую хотя бы разметку опустилась вниз и для себя ограничила уже первый блок видите блоки маленькие на самом деле вот это вот по эту линию это первый блок не первый блок просто один блок вот я с центра начала спустилась вниз и вот здесь сейчас нахожусь это вот такой один блок он небольшой поэтому сюжеты маленькие и вышиваю я здесь на основе от обель хорн 28 каунта основа интересная так как здесь есть синтетика такое непривычное ощущение при вышивке все-таки отличается от любых других основов от длина от хлопка а здесь интересно снова критик крестики ложатся хорошо и аккуратно не знаю правильно я сделала замену неправильно может быть нужно было подобрать другую основу немножко смущает вот эти переплетения но в принципе мне кажется получается симпатично хотя до сих пор сомнений у меня есть может быть заменить нужно на какой-то лен однородный более тонкий воздушный в общем я вышиваю трасс уж начала буду дальше вышивать и вместе посмотрим что у меня получится ниточки здесь все-таки я думаю что дмс просто они где-то перепутанные были и мне пришлось их разбирать вот перепутанные не мной перепутанные скорее всего на планшетке потому что я строго по планшетке разбирала по порядку вот и так как здесь что-то мне не состыковалось все-таки это какой какой какая-то ошибка была на планшетке но так как у меня есть карта цветов я вам показывала я в принципе совсем разобралась но опять же каждый новый значок я перепроверяю чтобы не было потом обидно и пришлось распускать это самое самое неприятное для меня ну наверное для каждого человека кто вышивает много и сидеть потом распускать то что вышел двойное тройное время тратится ну и конечно же это неприятно будем стараться как-то эту работу продвигать но скорее всего феврале времени ей уже не достанется потому что на февраль у меня во первых львы во вторых я вам покажу еще два процесса которые я надеюсь феврале хорошо продвинуть а может быть даже и завершить так и еще один процесс над которым я работала немного но тем не менее это набор фирмы реолис у меня спрашивают девочки что за набор реолис вот перед вами артикуль этого набора без корню называется рассвет размер 8 на 8 сантиметров покупала этот наборчик в прошлом году у меня еще есть без корни отриолис и они не все очень нравятся поэтому я решила в этом году поставить их планы потихонечку приступить и вышивать здесь у нас идет основа равномерка давайте вспомним что за основа луга на 25 каунта луга на 25 каунта бежевого цвета вот на фотографии она кажется беленькой но опять же либо это погрешности по графе либо ну так специально выбили ли ну не знаю может быть вышивали на белый потом заменили на бежевую основу в общем у меня здесь бежевая основа когда я приступила к этой вышивке у меня были большие большие вообще сомнения смогу ли я вышивать через одну нить переплетения и вообще мне было очень сложно начать этот процесс я долго не могла сообразить как мне здесь нужно посчитать вроде бы все очень просто но привыкла считать я под крестики стандартные до через две ниточки переплетения здесь через одну и почему-то мозг у меня где-то став давать сбой долго крутила эту основу как же мне нужно посчитать как же мне нужно начать вышивать ну потом я померила просто сантиметром сколько должно быть сантиметрах в одном блоке 10 на 10 крестиков все померила 8 на 8 сантиметров четко получается изделия и все-таки определилась как мне нужно где нужно начать вышивать чтобы помесилась две детали но места здесь очень много поэтому свободно их можно вышивать эти две половинки не боясь и за то что не хватит основы где-то что-то не состыкуется когда я приступила к вышивке то не было очень сложно перестроиться и вышивать через одну не переплетения мне приходилось долго просто всматриваться трудно было считать я промахивалась мне казалось что у меня со зрением все в порядке но здесь я столкнусь с тем моментом что очень сложно было вышивать через одну не переплетения но прошел какой-то момент день-два и мои глаза перестроились и я знаете вот вышивка пошла я стала видеть эти переплетения и процесс пошел не часто вышиваю но иногда вот беру эту вышивку по ниточке вышиваю по две потихонечку подрастает моя работа кропотливый процесс но знаете очень в него втягиваешься как как это как семечки не можешь остановиться вот еще чуть-чуть еще чуть-чуть и эти крестики получаются такие крохотные такие миниатюрные не миниатюрные ювелирные и очень интересно наблюдать за тем как проявляется рисунок были у меня здесь и ошибки приходилось распарывать это еще то удовольствие честно вам скажу поэтому стараюсь не ошибаться и отмечают схему схема очень простая и если бы это был обычный крест то здесь в общем-то и нечего отмечает но так как здесь вот эти крестики они очень маленькие то очень легко пропустить и просто даже не закрыть этот пол крести какой-то и сбиться поэтому я стараюсь постоянно считать пересчитывать простите вот у меня уже участвуют здесь все цвета кроме металлика давайте я вам покажу планшет очку вот такие здесь красивые цвета оттенки мне всем все они нравятся не так здесь очень много я уверена останется очень очень много особенно вот этого цвета троечки который идет на фон ну и принципе всех останется ниточек в большом количестве можно смело вышивать вот здесь выше то практически половина и я но всего ничего два раза отрезала из этой планшетки отрезаю ниточку я коротенькую потому что вышивается в одну нить через одну нить переплетения вот такой интересный процесс мне бы хотелось его в феврале месяце все-таки завершить не знаю что получится но как я сказала я буду себе ставить какие-то планы и буду к ним стремиться вот то что еще есть в комплекте сегодня это странное освещение тени тени так темно сегодня с тенями вот такой есть еще комплект здесь наполнитель бисер бусины игла для бисера все это у лежит хранится в маленьком таком конвертики и давайте я вам покажу немножко поближе как это все у меня смотрится ювелирно очень интересно нежно меня увлек этот процесс вот поэтому будем стремиться его завершать вот такая красота и еще один процесс который я хочу вам показать это не совсем процесс января я его уже давно начала но так как и большего в основном на работе принесла сейчас домой чтобы в общем-то вам показать на каком этапе находится и это у нас всем думаю известный набор фирмы панна называется власть могущество знания свобода вот такой оберег раньше этот дизайн часто вышивали потом он наверное всем приелся но мне очень очень нравятся эти обереги и я тоже хочу себе его вышить вот на таком этапе у меня сейчас находится вышивка я сначала вышивала полностью все то что идет по схеме я имею ввиду и бэкстич и крестики металлика но потом решила вышивать только крестики чтобы потом уже принести вышивку домой и выполнить бэкстич потому что бэкстич конечно немножко сложно выполнять на пяльцах и все это аккуратно подбирать и цвета переходы цветов поэтому решила сейчас вышивать и только-только крестик ну и как вы видите все таки работа но есть какой-то участок вышитый достаточно приличный да здесь нет бэкстича нет еще металлика но тем не менее уже два угла у меня очерчены и я работу над центральной частью которая вышивается очень в принципе легко здесь нужно вышить одним цветом это не меланж просто темно-синий цвет вышивается и оставляем мы не зашитые участки вот эти ключики по схеме они не вышиваются а нет вышиваются вот эти вышиваются центральный не вышивается да вот но здесь здесь видно что и центральный тоже ключик вышит я не знаю буду я вышивать или нет скорее всего не буду его вышивать пусть будет такой какой-то контраст но остальные все ключики я конечно вышью и здесь в центре они вышиты как будто бы золотым металликом но может быть так кажется у меня серебряный вот хотя может быть они сначала выполнили это дизайн посмотрели сказали что золото сюда никак давайте серебро может быть и такое ну потому что вот по центральному рисунку по фотографии видно что здесь вроде бы как золотой металлик а здесь в комплекте идет вот такой серебряный я напомню видите разница большая он сюда отлично подходит серебряный металлик просто замечательно вот такие вот моменты размер работы 30 и 5 на 35 сантиметров 147 на крестиков всего три цвета используются вот темно-синий металлик и меланж меланж здесь мне не очень нравится потому что такие переходы здесь не плавные и сложно показать что это меланж приходится как-то подбирать что-то что-то придумывать не все ниточки подходят есть совсем белесые которые ну никакого перехода не видно есть прям вот такие отрезки темные темные они сливаются просто синим и тоже не видно что это меланж вот как этот уголочек это меланж а здесь вот видите он полностью темно-темно-синий ну в общем немножечко такой процесс творческий нужно что-то думать как-то подбирать и вот этот участок я старалась вышивать немножко на контраст чтобы не было прям таких белесых пятен вот как вот вот здесь видите бексича его не видно и вот здесь тоже мне это не нравится я скорее всего либо переделаю либо его буду полностью вышивать темно-синий ниткой чтобы его было хорошо видно и вот таких участках где идет светлым меланжем вышиты крестики я стараюсь хотя бы темным цветом вышивать бексич чтобы был виден этот участок и он не исчезал из картинки из-за своего очень светлого вот видите вот здесь тоже видно что белесое белесое такое пятно и не видно ни крестика не бексича это мне не очень нравится как-то какой-то переход мне все-таки хочется видеть я вот делаю такой контраст да поэтому так как здесь в общем-то из-за меланжа из-за нарезки из-за того кто как видит тот так и вышивает я думаю что работу все будут отличаться все будут разные у кого-то будет светлее темнее переходы разные вот такие моменты основа я здесь меняла здесь у меня линда 27 каунта беленькая беленькая да беленькая основа очень не нравится вышивать на линде и из-за того что я снова поменяла моя работа будет немножко побольше ну и и ладно самое главное удовольствие от процесса основа которая здесь была от гаммы я не захотела на ней вышивать приятнее вот все-таки на линде и процесс очень легкий очень приятный вот такая отдыхалочка держу его на работе когда задерживаемся вот у мужа бывают еще есть работа у меня уже заканчивается ну и чтобы просто не сидеть я беру и по чуть-чуть вышиваю вот поэтому эта работа скорее всего отправится опять же туда и будет там дальше вышиваться вот что еще у меня было в этом месяце были еще покупки поэтому откладываем процессы хотя нет давайте немножко я обозначу все что у меня будет на февраль на остаток дней февраля что я буду вышивать и к чему я буду стремиться итак посмотрим все это на обложках так как в кадр не войдут все процессы но я вам их только показала поэтому быстренько по обложкам до конца февраля я буду работать именно вот с этими процессами так как они у меня уже хорошо продвинулись вышиваются я думаю что есть шанс у некоторых завершится но в частности буду стараться завершить и львов как я вам и показывала процесс там осталось 5 ну где-то 7 тысяч полукрестиков примерно это очень реальный процесс реальный масштаб который я могу выполнить за этот месяц поэтому очень сильно надеюсь что не будут никаких особых таких перемен и я смогу завершить моих львов по поводу берега конечно есть некоторые сомнения потому что но возможно он и вышлится по крестиком здесь немного может быть мне не хватит сил его завершить но вот в любом случае будет он вышиваться но и хотелось бы мне завершить без корню конечно по без корню там тоже много вышивки и работа идет медленно так как здесь очень такой мелкий каунт ювелирная работа но хочется хочется постараться завершить вот это то что у меня в принципе на сейчас стоит в планах на завершение ну как на завершение на продвижение это мои три основные работы на февраль месяц больше распыляться не буду потому что времени очень очень мало и пришли некоторые покупки хочу также с вами поделиться моими приобретениями и хочу показать вам мои покупки посылка пришла с сайта я дозаказывала там материалы к моим миробилиям во первых к невесте которая не до украшенная и к двум другим миробилиям первое это рождественское украшение и вторая миробилия ангел не помню какой-то ангел в общем я показывала вам в начале видео в покупках все эти материалы сделала куплены для и этих дизайнов ну и так как посылка у меня состоит в основном из украшений таких маленьких всяких штучек я решила приобрести еще и наборчик от фирмы dimensions обычно я всегда жадничаю и не могу выделить деньги именно на маленькие наборы но в этот раз решилась я на эту бабочку уже давно смотрела и и решила все таки и и приобрести вот такой вот наборчик и меньшинс код коллекции аппетит пришел ко мне и так как посылка у меня была на работе со мной целый день а я очень скучаю за крестиками последнее время то я не удержалась и я начала ну так сказать этого громко сказать сначала вышел а просто 10 крестиков вот так на руках поняла что на руках мне не нравится как ложатся мои крестики да и времени больше не было это была необходимость потребности просто сбить оскомину нехватку вышивки в моих буднях ну вот вышло 10 крестиков и все не будем считать этот набор за начатыши я просто все обратно упакую и он полежит до того момента когда у меня действительно появится время и я смогу его вышивать и тут у меня видите я высыпала все из пакета ничего еще не разбирала сделаем это вместе с вами посмотрим что я тут докупила начнем с миробилии которая у меня невеста я думаю что я в ближайшее время и займусь именно этим дизайном чтобы уже закрыть и так сказать хвост пробил светом никак не получается тени тени вот во первых я приобрела вот так и здесь зелененький бисер именно его мне не хватило дошить дальше мне не хватило капелек каждого цвета по одной вот это изумрудная капелька дальше у нас идет такой цвет аметист дальше такой красный алый рубин и дальше нужно было приобрести мне ну один вот такой пакетик с маргаритками цветочки не знаю как они правильно называются цветочки маргаритки вот такого цвета и нужно было еще такие же маргаритки на зеленого цвета но они сняты с производства поэтому я решила взять точно такие же пусть и не по ключу цвет но главная форма совпадает просто чтобы закрыть эти все пробилы там пропуски ну и в принципе я думаю все будет красиво и гармонично вот этот комплект у меня уходит на мою невесту я думаю что я займусь и в первую очередь дальше на этот листочек мы выкладываем другие богатства это у нас вот такой металлик от rainbow гелери я первый раз буду пользоваться этими бобиночками очень хвалят девочки давно нахваливают ну у меня это первый раз будет буду пользоваться вот таким красивым металликом данный металлик я купила к моей миробилии который я начинала когда в январе начинала по моему да точно в январе я уже про нее забыла неправильные у меня итоги снимаются надо все все доставать да и значит в миробилии рождественского украшения как-то так она называется нужно 4 металлика здесь у нас интересно так я смотрю у них разный состав вот nordic gold у него 52 процента металлического полиэстера и 48 процентов нейлона вот в таких бобиночка здесь 65 процентов металлического полиэстера 35 нейлона также 25 ярдов и там и там здесь производство у нас америка а здесь у нас англия вот и в этих тоже здесь америка здесь только здесь англия я не знаю как это разные фирмы но вроде по одной тоже написано рейнбол гэдери а здесь представитель дистрибьютор представитель как-то так красивые такие хорошие эти кабиночки картон очки конечно приятно все организовано упаковано так что-то у меня еще на мою эту красавицу по моему вот это точно бисер он точнее не бисер это крупные такие бусины как ягоды имитация очень красиво смотрится и по моему бобиночка зелененького креника если я не ошибаюсь может быть что-то еще из бисера точно должно быть что-то из бисера но уже не вспомню поэтому покажу вам просто просто бисер который я приобрела во-первых 367 вот такой цвет красный дальше буду показывать чтобы они не терялись так наверное лучше будет видно 30 47 цвет вот такой дальше 37 . 37 еще три пачки 30 47 367 я вам показала две пачки и 40 123 вот такой нежный цвет одна пачка одна пачка вот и я также приобрела одну схемку не удержалась так как я люблю очень птичек увидела этот дизайн от стуни крик и ну не могла пройти мимо я люблю все эти кормушки птички он такой яркий прикольный и я решила приобрести эту схемку не буду показывать схему покажу немножко только ключ ключ здесь очень богатый я просто не ожидала для такой маленькой схемки вот такой вот ключ просто огромный ну что ж я надеюсь что я если я ее когда нибудь вышью то это дизайн эту стенку и также здесь у нас по ключу вот такая ниточка специального покраса в общем не знаю давайте вытащим вот такая у нас ниточка специального покраса зелененькая в принципе можно обойтись конечно же без нее ну вот я я решила взять так мне захотелось себя побаловать этим дизайном и я решила возьму эту зеленую ниточку хотя на самом деле я думаю что без нее здесь тоже все будет хорошо и прекрасно что тут того зеленого какие-то вкрапления ну любят американцы вот так добавлять какую-то изюминку какой-то шарми какую-то ниточку меланжевую чтобы придать дизайну какую-то действительно изюминку что-то чтобы было интересно сам буклет очень красивый бумага хорошая конечно приятно работать с такими материалами и так собрав все вместе еще раз подведем итоги января месяца и глядя на все эти процессы можно сказать что январь в общем-то удался он был продуктивным есть маленький финиш это лунный эльф хорошо продвинулась работа по набору дименшенс львы также зимние радости подросли хорошо повышевался набор фирмы панна оберег и даже есть три старта это бескорнио риолис миробилия рождественское украшение и джанлин три старта вот такой у меня получился месяц достаточно продуктивный в общем-то могло бы быть и лучше но всегда может быть лучше глядя на эти результаты я им тоже очень-очень рада ну и буду стараться конечно же в феврале работать над теми процессами которые я обозначила в этом видео видео скорее всего получится длинным много информации покупки процессы будни но я надеюсь вы повышевали под это видео надеюсь вам понравилось ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить мои новости на этом у меня все до новых встреч всем пока 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 вот